Всем привет! Сегодня 4 мая, Московская область, и я начинаю высаживать рассаду лука. Сеяла чернушкой для получения репки. Это сорт Exhibition, посев 21 февраля. Дальше сорт Фермер, посев 28 марта. Обязательно для подстраховки я еще высаживаю лук-севок. Здесь буквально по 200 грамм каждого сорта, красные и желтые луки. Луковая грядка 6 метров длина и 80 сантиметров ширина. Конский навоз, конечно, я под корнеплоды не закладываю. Рассаду лука я уже начала высаживать. Хочу вам показать, как я это делаю. Плошку с рассадой я пролила 2 дня назад, поэтому лук легко разделяется. Даже не нужно замачивать. Вот такая прекрасная рассада получилась. Имеет 3 настоящих пера и красивые корни. Итак, значит, это я подготовила. Посыпаю обильной золой. Перемешиваю с землей. Хорошо проливаю водой. Просаду лука я высаживаю в грязь. Затем я выравниваю рассаду, чтобы одна к одной была. И слегка ровняю корни. Чтобы они были все одинаковые. Вот так. И также ровняю перо. Убираю зелень пера примерно на 4 сантиметра. Можно 5. Смотрите уже по своей рассаде. И получается вот такой красивый лучок. Теперь у меня здесь стоит ведро с золой. И я обрезанные перья и корни обсыпаю золой. Вот я их обсыпала золой. И перо тоже. Вот так. И сейчас буду высаживать. Лук Эксибишин. Репка крупная. Поэтому высаживаю на расстоянии 15 сантиметров. Друг от друга. Не заглубляю. Земля у меня вот так. Точку роста не присыпаю. И высаживаю как он рос. То есть не лежа, не боком. А как рос вот он. Так его и высаживаю в открытый грунт. Все так буду высаживать весь лук. Лук, который у меня помельче. Это фермер. Он среднего размера. Я высаживаю на расстоянии 10 сантиметров. Еще кратко я хочу показать, как высаживаю лук-сивок. Этот сивок был куплен в феврале месяце. Как только я его купила, я на 2 недели его заложила на теплые полы. Он у меня прогрелся. И потом я уже храню его в сухом месте в бумажном пакете. Это голландский лук. У меня куплено 2 сорта. Это Red Scarlet. И здесь у меня шатана. Буквально по 200 грамм каждого сорта. Я всегда на всякий случай высаживаю еще и сивок. Помимо рассады. И вот сейчас, перед тем, как посадить его, я замочила в крепком соляном растворе его. Беру все на глаз. 2 своих жменьки. Примерно на литр воды. И 2 часа он у меня находится в этом солевом растворе. Я его потом сливаю. И сейчас высаживаю. Лук этот средний. Поэтому расстояние примерно в 10 сантиметров. В принципе, ничего сложного здесь нет. Получается, у меня один рядочек будет лук-сивок. Сделала я обычной палочкой просто такие отверстия, чтобы сильно не вдавливать, чтобы не повредить донцы. И так слегка его укладываю. Землю я здесь пролила. Добавила немножко золы. И после того, как я разложила лук, я его слегка присыпаю. Глубина заделки луковицы, ну, я не знаю, может быть, около 5 сантиметров, наверное. Примерно глубина самой луковицы, вот так можно сказать. Высадила рассаду лука к сибишину. Здесь по краю у меня лук-сивок. Поставила дуги. И сейчас накрою кровным плотностью 42. На этой стадии я ничем лук не мульчирую. Когда уже пойдет скошенная трава, тогда я буду ее подвяливать и сюда в грядку укладывать. Через неделю, через полторы я пролью нашатырным спиртом. Делаю раствор 2 столовых ложки на вот такую лейку. Она 10-литровая. Воды я, конечно, по самой крае не наливаю. Но, наверное, на 9 литров я беру 2 столовых ложки. Это аммиак 10% литровая бутылка. Покупала я такую бутыль. Если кто из Москвы, то метро Римская. Там есть торговый центр. Он там один. И там есть магазинчик, где продаются всякие биопрепараты для сада и огорода. Так вот, там эта бутылочка продается по 75 рублей. Очень выгодно покупать. Сегодня отличный день, а точнее уже вечер, чтобы высадить лук. Было днем, наверное, градусов 15 максимум. Холодный ветер и обещали дождь еще. Ну, а завтра будет плюс 23. Я буду высаживать огурцы в теплицу, потому что уже перерастают. Нужно срочно их высаживать. А я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok